Алматинский финансово-право-технологический колледж Дисциплина технологии хлебопекарного и макаронного производства Тема нашего урока Режим выпечки хлебных изделий Преподаватель Мамраев Махсат Нашултанович Цель нашего урока это контролировать режим выпечки пекарной камеры В содержание входят режим выпечки, первая стадия, вторая, третья стадия зоны выпечки Регулированной температурой, домашнее задание и список литературы Что такое режим выпечки? Режим выпечки каждого вида изделия характеризуется следующим параметром Это продолжительность выпечки, температура, влажность паровозочной среды Продолжительность это время, сколько мы выпекаем Температура это градусы, сколько градусов мы выпекаем И влажность паровозочной среды При выпечке, по определенному времени выпечки мы распределяем по зонам Три зоны выпечки идет Это первая зона выпечки, это паровлажнение, вторая зона идет высокой температуры, третья зона это пониженная температура. Именно вот эти три зоны, это как когда вы выпекаете примерно 20 минут, вот эти 20 минут мы, какие зоны, три зоны прохождения тестовой закаток до готового изделия происходят. Первая стадия выпечки проходит паровлажнение. Именно паровлажнение дается от 2 до 5 минут. Именно от 2-5 минут внутри пекарной камеры влажность становится 65-80% и температура снижается до 160 градусов Цельсия. Именно в таких условиях тестовые заготовки именно придают глянуть и тестовые заготовки увеличиваются в объеме. Увеличивается в объеме тестовой заготовки объясняется тем, что увлажнение задерживает образование твердой корки, препятствующей расширению паров и газов. Жидкий крахмальный клейстер заполняет поры, склаживает неровности на поверхности тестовой заготовки, что в дальнейшем придает в корке блеск, глянец улучшает его окрас. То есть, когда дается паровлажнение, у нас идет глянец, у нас хорошо получается, блестит наш хлебополучный изделие и дается окрас. Именно паровлажнение. Если бывает дефект, то паровлажнение дается... Ну, как объясним так. Изделие выпекается недостаточной влажностью. Что будет происходить? Изделие имеет небольшой объем, как говорится, будет небольшим. Поверхность, как говорили с ними, корка матовая, шероховатая поверхность. И в корках появляются трещины и подрывы. А если мы изделие выпекаем в большом увлажнении среды, тогда изделие получается растутчатой формой, маршнистой, резинообразной коркой. При второй стадии зоны выпечки. Зона высокой температуры. Именно в зоне высокой температуры 270-290 градусов Цельсия тестовая заготовка сперва увеличивается в объеме. И расширяется пар спирта и газов. Потом образуется корка. Именно в этом втором стадии образуется корка. Градус именно корки 100-110 градусов Цельсия. А от центра мякиша появляется 50-60 градусов Цельсия. При такой температуре происходит кристаллизация крахмала и денатурация белков. Следовательно, начинается образование мякиша и корки. Именно вот в второй стадии у нас, как говорится, увеличивается объем, уже останавливается. Появляется поверхность корка. И внутри уже появляется мякиш. Значит, кристаллизуется. В третьей стадии это в зоне пониженной температуры. Именно в этой зоне тестовая заготовка появляется готовый изделие. Именно в зоне пониженной температуры 180-220 градусов Цельсия происходит основная часть выпечки. В нем уже образовываются корка и мякиш. Снижение температуры уменьшает упек и в то же время замедляет процесс выпечки. Потому что температура корки выше, чем камера пекарной камеры. Из-за этого корка получается у нас хрустящей, а внутри мякиш выпекается. Именно корка, именно тестовой заготовки 160-180 градусов Цельсия будет корка. А внутри мякиш становится 96-97 градусов Цельсия. То есть у нас хлебопулочные изделия выпеклись, потому что центра мякиша 96-97 градусов Цельсия. Что такое температура пекарной камеры? Температуру мы должны регулировать. Если при неправильной регулировке температуры у нас повышается, как говорится, расход топлива. Именно топлива. Если у вас печной агрегат газ, либо с электрикой связанный электрический, тогда, если вы неправильно распределяете температуру, если вы градус увеличиваете преждевременно, тогда у вас расход топлива будет в полтора раза больше, чем обычного. Из-за этого мы должны регулировать температуру пекарной камеры. Так, что мы изучили? Давайте сделаем так. У нас есть параметры режимов. Это три. В зоне, как говорится, время выпечки, потом температура и паровлажнение. Есть у нас три зоны выпечки. Первая зона – это паровоздушная влага. Вторая стадия – это зона высокой температуры. Третья стадия – это зона пониженной температуры. И как она у нас выпекается. Теперь, чтобы выполнить домашнее задание, вы должны описать характеристику режима выпечки, какие виды режимов вы знаете. Потом дополнительную информацию можете прочитать именно в Мармузовой технологиях лепикарного макаронного производства, сырьем материалы. Именно в той книге мы взяли все материалы. Там можете посмотреть и изучить. Спасибо за внимание, студенты. До свидания.